Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся в Манхэттене, Нью-Йорке, где мы, группа энтузиастов, проходим энергетический тренинг с нашим учителем Ирутой Викторией Камуловой. Сегодня последний день нашего тренинга, нашего путешествия. И, конечно же, немножечко грустно расставаться с этой солнечной, позитивной энергией Соединенных Штатов. Позади нас очень насыщенная, интересная программа. Мы пересекли семь штатов. Нью-Джерси, Вашингтон, Вирджиния. Пенсильвания и еще Штаты, что я уже, наверное, сейчас все не перечислю. И что нам здесь... Какая характерная черта для американцев, это подкупает их доброжелательность и улыбчивость. Вы знаете, когда в Кэп-Мэй, в курортном городочке, я с утра пораньше вышла поснимать окрестности, мимо меня пробегала девушка, которая утренней пробежкой занимается. И приветливо со мной поздоровалась. Good morning. Я и в ответ тоже good morning. Ну, вот скажите, вот я в России не встречалась, чтобы просто так, не зная тебя, человек мог вот так вот поздороваться. Они вот открывают двери, придерживают двери, чтобы ты вошел и помогают тебе с этим придержать тяжелые двери в отелях. Ну, помогают. Вот в моем случае я застряла в лифте. Немножечко, там, на секунду. Там у них такая сложная электроника. Нужно сначала карточку приложить, которая является ключом и от комнаты, и от этого лифта. Нажать нужные кнопочки, сенсорный экран, и только тогда тебе лифт повезет. Я немножко запуталась в этой технологии, и лифт никуда ни меня не повез. Но такая ситуация недолгая была. Меня тут же спас один сотрудник этого отеля, быстренько сопроводив на нужный мне этаж. Причем доброжелательно и с улыбкой. Мне это, конечно, нам очень приятно. Вот, простые люди. И здесь везде сувениры. На сувенирах написано на футболках, на кепках. I love New York. Это действительно так. Если вы побывали в Нью-Йорке, вы влюбитесь в него. И это на всю жизнь. Это действительно так. Позади нас много было впечатлений. В Вашингтоне мы посетили три места. Белый дом, Пентагон, Капитолий. И там у нас была своя задача, которую мы выполнили. И, конечно же, это оставит незабываемый след в нашей душе. Очень понравился городочек-курортный Кэп Мэй на берегу Атлантического океана. Вот, я хочу вам показать тут небоскрёбы какие. Это действительно, как пели в песне небоскрёбы, небоскрёбы. А я маленький такой. Вот это про Нью-Йорк. И над Гудзоном как раз тучи проплывали, когда мы плыли на остров Свободы. Побывали мы также на острове Эмигрантов. И я даже, у меня столько, столько впечатлений, что я даже не могу вырастить. Вот сейчас 7 утра, мы прощаться будем с Нью-Йорком. У нас сейчас энергетическая работа, и мы будем собираться уже в аэропорт. И поэтому я ещё, видимо, не совсем проснулась. Столько, столько всего хотелось сказать. И как-то вот дух перехватывает. И не могу сразу оформить это всё красивые мысли. Но, тем не менее, кудьба Америка. Я так благодарна за то, что я здесь оказалась. Так благодарна судьбе за то, что она привела меня к этому успеху. Благодарна судьбе за то, что я встретила Бируту Викторию Камолову, работая с которой, занимаясь энергетическими практиками, я круто изменила свою жизнь. Даже если вернуться 5 лет назад и вспомнить, с чего всё начиналось, разведённая, одинокая женщина, имея взрослого сына, в 39 лет узнаёт, что она беременна, и что семьи, как таковой, не сложится, не получится. Вот так вот сложилась ситуация. Но я всё-таки решаю сохранить этого ребёнка. И очень благодарна отцу этого ребёнка за божественный дар. Как всё складывалось, как всё проходило, это уже всё не расскажешь в двух словах. Но если даёт Бог ребёнка, то он даёт и возможности для его воспитания. Конечно же, пришла подмога от подруг, от друзей. Я после декретного отпуска увольняюсь с института, где я работала и получала маленькую бюджетную зарплату. Поступаю учиться в педагогический институт на логопеда, а работала я в техническом университете. Заканчивала факультет дошкольной дефектологии, психологии, логопедии. Но обстояния сослужились так, что я однажды, это, наверное, три года назад, попала на вебинар. И вот в те времена, когда только начали проходить конференции по интернету, и узнала о том, что можно выучиться на продюсера онлайн-конференции. Я поняла, меня это так захватило. Я поняла, что это моё, это то, что мне нужно. Там ещё огни. Огни не выключили. Ночь у нас светала прямо. Иллюминация, как в Новый год. И здесь вот недалеко Таймсквер, где самая улица в огнях, где ночью как днём светло из-за рекламных огней. Вот это видно. И вот я стала продюсером онлайн-конференции. Я ходила, училась у многих учителей, посещала разные тренинги, проходила разные тренинги, семинары. Не жалела вкладывать средства на своё самообучение. Это саморазвитие. И однажды, в 2014-2014 году на площадке Наташи Арсенияна я узнаю такого учителя, как Бирута Виктория Камолова. И понимаю, что все учителя, которые у меня были до этого, автоматически уйдут на второй план. Поскольку я уже выросла из трёхмерных методик, которые, собственно, не очень-то сильно и меняли жизнь. Но, тем не менее, я на них выросла, и я благодарна всем учениям, которые я проходила. Но вот в Бируте Виктории Камоловой я увидела именно то, что мне нужно. Благодаря её курсам, вернее, не курсам, нет, благодаря её энергетической работе моя жизнь действительно очень сильно изменилась. И как результат этих перемен, то, что вот я здесь, в Нью-Йорке, в Манхэттене, когда я принимала полгода назад решение участвовать в этом проекте, мне было очень страшно, потому что я, будучи продюсером, даже будучи продюсером, я не зарабатывала столько, сколько предполагала участия в этом проекте. Но всё-таки я люблю, наверное, рисковать. И сделала первый шаг. На момент принятия вот в этот проект нужно было вложиться несколькими этапами. Вот на момент первого взноса у меня была достаточная сумма, чтобы сделать этот первый шаг. И я сказала себе, да, вот я сейчас сделаю этот шаг. А там посмотрим, там будь что будет. И ничего же страшного не сможет, ничего же страшного не случится. Ну, не приеду я в Америку в этой жизни, ну, в следующей побываю. Ничего страшного не произойдёт. И когда я предприняла этот первый шаг, внесла вот этот первый взнос, у меня стали складываться дела таким образом, что всё складывалось удачно и благополучно, благодаря чему вот я, собственно, здесь и нахожусь. Очень благодарна Бируте Виктории Камуловой. Очень благодарна Эдвину, партнёру по многим жизням и тысячелетиям партнёру Бируте. Благодарна Наташе, организатору, которая организовала этот тренинг в Америке. Благодарна её мужу Арсену, который был для нас гидом-переводчиком, и без которого мы бы не смогли просто зайти в магазин и купить то, что нам нужно. Не смогли бы просто заказать себе обед, потому что языком здесь нужно владеть совершенством. Благодарна всем девочкам нашего проекта и всем участникам, которые поддерживают нас онлайн. Девчонки, мальчишки, это круто! Это круто, что вы участвуете вместе с нами. Это значит, что однажды вы так же скажете, как и мы себе сказали, мы сделали это и у нас получилось.